ком всем здравствуйте каждый раз начиная что-то новое какой-то новый проекте да ну по крайней мере я встречаю какие-то сложности и вот сейчас тоже никак не мог запустить трансляцию программам которые мне нравятся почему-то выдают ошибку не знаю ладно сейчас я проверю что у нас со звуком с картинкой вы тоже пожалуйста скажите свое мнение как вам все видится слышится и так далее если все нормально то будем начинать вот вроде все есть да вроде конечно само видео могло идти лучше но к сожалению я сегодня через обычную bs транслирую у нее есть свои в общем-то ограничения но зато звук сегодня с петлички опять же потому что свой микрофон не смог заставить работать через abs ладно все отлично все хорошо я рад что вам все нравится в общем-то будет будем постепенно начинать так кто там пишет опять какой-то ребрендинг это не знает друзья а ребрендинг это это хорошо потому что значит что все движется гораздо хуже когда все статично я вообще не понимаю людей которые живут чтобы у них было все стабильно все было вот там как правильно или еще что-то никто таким не был и в общем-то надеюсь не буду так значит сегодня мы с вами поговорим о пранаями с этой практикой мне много что связано и хочется вам сегодня рассказать именно о том как она все как она все устроена мы поговорим о чем-то книжном но немного я вам просто расскажу базу основу что в ней в ней есть и скажу что из того что в книжках написано я смог проверить на себе что я не смог проверить и в общем в чем у меня еще нет уверенности значит есть такое понятие как пранаяма это как бы управление праной стоит вопрос что такое прана на мой взгляд вот на мой сугубо личный взгляд судя потому что я наблюдаю в этом мире прана это единичная частичка информации то есть частица минимальная частица информации информация о чем угодно то есть о запахе о вкусе о мыслях обо всем и вот по сути пранаяма это как раз работа с этой информацией вот исходя из этого из этой концепции конечно ставится очень важно где мы дышим пранаяму да то есть потому что какую информацию мы в себя загружаем можно называть энергию но мне последнее время действительно слова информация нравится гораздо больше потому что по сути ну все является у нас не столько именно энергии в плане вот как вот силы да сколько все таки это информация ведь опять же возьмем то же самое воздействие на человека там когда нам причиняют там иголку возьмем да потыкаем в руку мы чувствуем боль только потому что нейронные связи на приносят информацию о том что идет боль и мы таки о телу больно но на самом деле нам не больно это все иллюзорные как бы если отключить именно нейроны как вы знаете когда вот у вас там зубы допустим какой-то там больной удаляет нет и все потом не чувствуется ничего то есть сигнал не идет информации нету значит как бы самого 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 явления тоже нету поэтому прана да мне кажется что все таки это больше вот именно информация в том числе информация она может сподвигать и на энергетические подвиги так вот с праной ладно как-то в общем-то посмотрели есть мнение что прана это вот те частички такие когда смотришь на небо которые бегают вполне возможно я не могу утверждать я частички знаю что они есть я пел на них мантру ом и когда я пел на них мантру ом они начинали двигаться упорядочено на что я могу из чего могу сделать вывод что частицы которые мы видим а это не какая-то галлюцинация или это не какая-то игра света потому что игра света она бы не зависела от того поем и мантру на них или не поем и мантру раз мы поем у них мантру значит как бы эта вибрация воздействует на в общем-то эти частицы на 4 частицы воспринимает в том числе звуковую вибрацию там и по ее воздействию начинает как-либо себя иначе вести возможно это прана существует концепция еще черной праны черная прана гает появляется в местах где скопление эгоистов наиболее максимально вы никогда не поверьте где я видел черную прану черную прану я видел около летней резиденции далай-ламы которые находятся в тибете ну это ли резиденция давно уже не его она принадлежит китаю это просто музей но когда-то была его действительно летней резиденции и то ли за толп туристов то ли за чего-то еще но в общем я был удивлен выйдя и видя и посмотрел в небо вместо голубых точечек я увидел огромное количество таких вот черных точек то есть такие вот тоже вещи бывают тут ничего не могу сказать вот это есть можно считать это праной можно считать это не праной я утверждать не буду есть еще одна концепция что типа продвинутые практики уходя из этого мира оставляет там всю прану которую они накопили как и переработали и благодаря этому в общем то в этом мире это прана есть не думаю что все завязано на каких-то конкретных личностях хотя я думаю что люди которые много сделали для этого мира много здесь что оставляют и их наследие она живет она живет и она помогает другим это факт но что мир устроен только благодаря подобным личностям сложно сказать потому что подобная личность она должна сформироваться какое-то должно пройти время и то есть чего-то из чего-то все начинается несмотря на бесконечность нашего мира и цикличность всего остального все равно любая любое любое явление имеет свою причину то есть как бы мы не говорили о бесконечности если есть причина значит есть начало да возможно у этого начала есть еще своя причина и своя причина это длится до бесконечности но в любом случае у любого явления есть действительно причина ребята запись эфира будет хороший вопрос ребята опять откуда знают давайте я вам отвечу вместо ребят до записи эфира будет так что можете спокойно идти заниматься своими делами в общем-то к бы без проблем давайте пока мы не ушли в дебри друзья так получилось я прямо не знаю видимо такой огромный ажиотаж а в общем на курс по чакрам хотя будет только в апреле он практически набран то есть в принципе я могу сейчас завершать наборка бы и все но заявки идут каждый день поэтому скорее всего мы сделаем ну по крайней мере еще 20 человек мы примерно принять сможем поэтому кому действительно важен курс по чакрам в этом году потому что он раз в год как я уже сказал будет идти то там кто не знал это не знал переходите по ссылке смотрите в общем короче подавайте заявки у кого сейчас нет возможности оплатить носите предоплату в общем все возможно потому что курс действительно крутой я сколько не смотрел никто подобное не делает есть курсы по чакрам другие есть мой который круто воздействует на все области и в общем-то позволяет чеку увидеть свои сильные слабые стороны поработать с ними вот поэтому насчет успевайте записываться и также несмотря ни на что только в следующем месяце у нас будет практика простирание и уже половина группы набрано то есть прямо уже все так что кому актуально вы успеваете записываться так когда в апреле сумма ну курс по чакрам стоит 7000 рублей предоплата вы напишите мне на почту я вам собственно говоря всем 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 вышли информацию я почему не люблю про цены говорить потому что я люблю чтобы люди принимали решение не потому это дорого или дешево а потому нужно им это или нет то есть найден даче к этому я типа и свободное денежка почему бы не пойти а может быть тебе не надо сейчас идти может быть вместо тебя пойдет кто-нибудь кому действительно это необходимо он может быть изначально там испугается суммы но когда он чем-то уже напишет совершит действие подумать ну почему бы нет и в общем-то пройдет это будет ему во благо так что поэтому друзьям пишите не вопрос почему раз в год курс потому что это очень тяжелый курс он действительно очень мощный в вас он трансформирует меня трансформирует ничуть не меньше мне от него очень долго нужно отходить то есть я его не могу делать часто мне нужно несколько месяцев после него отдыха а дело в том что вот он в апреле пройдет а там несколько месяцев и у меня преподавательский курс начинается то есть у нас осенью преподавательский курс. А к нему нужно, опять же, подготовиться, потому что тоже довольно крутая штука. Поэтому тут вопрос только ресурсов. То есть, я не могу его чаще проводить. Поэтому, да, всегда на курсе прямо это... Всегда очередь на курс по чакрам стоит. Потом люди ещё пишут, говорят, как бы, это можно у вас там купим его. Но я этот курс категорически не продаю. То есть, на него можно записаться. Его можно пройти. Можно его пройти в записи, но пройти вместе со всеми. Да, там заниматься по записи, но вместе со всеми. Я уже... Я их провел уже не один десяток то есть их довольно и у меня есть хороший опыт что именно когда группа работает ну какая-то магия происходит то есть действительно люди вскрывают все какие-то внутренние ограничения они у них проявляются и у них получается благодаря группе их преодолеть там кто-то начинает рано вставать тот начинает как-то по-другому своими родственники общаться кто-то меняет свои взгляды на реальность в общем это такая очень очень круто крутая штука вот пишет тут я надеюсь когда-нибудь буду делать курс по чакрам я надеюсь что да будете делать когда-нибудь курс по чакрам это в принципе одна из моих задач чтобы вы тоже все это делали потому что как мне сегодня написал один человек он очень благодарил меня за курс по пранаями который проходил я говорю ну я рад что вам так помогло курс по пранаями что все так изменилось ногами лучше для меня благодарность это если вы эту практику продолжить и кому-то вы ее дадите приду деть вот этой вот есть настоящая благодарность за практику поэтому если вы когда-то хоть практика занимаетесь понимаете что самая лучшая по данным когда вы практик передаете мы буквольно хотя знать на здесь надо стоит сказать потому что это это важно пока к нашей сегодняшней лекции я йогой занимаюсь уже довольно давно да и на моих глазах выросло много преподавателей на моих глазах поменялись многие учителя на моих глазах поменялся я на моих глазах прошло огромное количество знаний людей и всего остального и в общем-то время она корректирует твое видение реальности но тебе помогает иначе взглянуть и хочется сказать то такой вещи как то что не хватает современной йоги очень сильно хорошей йоги не хватает как раз плохой йоги этого хватает ну как плохой ходе смысле ее вот давайте есть такая пивная йога да там люди делают асаны и как бы глотают пиво вот вроде бы дико смотрится и эти каких назвать в общем ортодоксальные йоги говорят фу какая гадость но если посмотреть то эти ребята пьющие пиво во время йоги они говорят этим ортодоксом ну конечно же не сознательно просто так мир выстроен что всегда отображает наши наши ограничения они говорят что этим догматом что друзья мир то многогранен есть разные вещи и нужно как бы к этому всему как минимум терпимо относиться как максим нужно относиться к этому с любовью что значит с любовью значит понимать понимать проявление этого мира что они все нужны разные другой вопрос что вы для себя выбираете да то есть вы можете для себя выбрать путь путь с мясом с алкоголем можете путь без мяса с алкоголи это не так важно важно само движение чтобы у вас цель какие-то были в жизни какой-то контакт с участниками на курсе поддерживается ну вот точно такой же контакт вы также пишите вот также и я вам точно также отвечаю то есть вот такой же живой контакт поддерживается и не только но и вместе и еще и между участниками самими конечно поддерживается я говорю в этом и суть то есть когда работает группа поэтому говорю этот курс он не продается нельзя купить занятия потому что в не в смысл не в занятиях многие когда пишут особенно начинающий get а вот а как там подойдет не подойдет или там какой уровень занимает нужен там по хатха йоги почему я буду дело не в уровне как бы дело в том что вы соберетесь людьми у которых будут схожие какие-то вопросы и мы с вами вместе как бы право проработаем все это тренинг такой определенный и каждый раз он уникальный зависит в зависимости от людей он он работает и поэтому я не беру большие группы потому что когда определенное количество переваливает то есть я просто делал несколько когда ну не делал ограничения по людям да это все желающие могли когда очень большие группы но не получается вот этого камерного общения и не получается каждому делить время и проработать люди немного обделенными уходит поэтому я принял решение что нет я буду ограничивать количество людей которые могут участвовать мероприятиях это будет это будет честнее так хорошо значит про любовь немножко да то есть вы очень такая большая проблема йогов с любовью именно вот к разным проявлениям мира да то есть да ты изучаешь энергию ты понимаешь что там такая информация на тебя таким образом влияет такая другим образом начинаешь допустим да какая-нибудь грубая да там грубый мат какой-нибудь там порно что там еще в фильмы ужасов какие-то такие вещи которые такие вот грубые очень да они влияют на твою голову не лучшим образом тебе после этого будет тяжело неприятно ничего не будет получаться в общем где если ты занимаешься практикой ты начинаешь от них отграждаться а через некоторое время появляется брезгливость типа это все плохо ну это неплохо эта часть мира и это важная часть мира которая нужна кому-то очень нужно как бы и вот этого принятия когда в человеке нет у него начинается затыки в его анахата чакре канал перекрывается анахата чакра это в принципе связь наших то есть связь земли с космосом да то есть именно на анахата чакре начинается переход когда энергия идет не только снизу вверх поднимается но и так называемая божественная энергия спускается сверху вниз ну здесь опять же давайте скажу по поводу там своего опыта да действительно с анахата чакры не знаю на счет энергии там божественное всего остального но взгляд на реально становится гораздо сострадательнее возникает понимание и понимание людей понимание их боли их сложности и вот тогда тебе становится самому легче потому что когда ты видишь что у кого-то кого-то проблемы да тебе кажется что вот у него явно хуже и как бы тебе ходится ему помочь а твои проблемы они начинают уходить на задние планы и так через некоторое время у тебя вообще никаких проблем проблемы только у тех кого кто вокруг но ты можешь им помочь у них тоже не постепенно исчезает ну и в принципе все перестает быть проблемой и мир как-то становится крашить замечательный вот это если в двух словах значит что касается практик так вот исходя из таких вот догматов практике не только в современном мире это идет это давно идет большинство практик они имеют форму но в них отсутствует содержание то есть люди берут там на дешевых ну да очищающая пранаяма там надо поставить пальцы обязательно так надо там через одну ноздрю вдыхать такое количество раз задержку столько секунд делать выдох столько секунд делать смотришь другую школу там другая передача другую книгу в ней еще иная передача если ты накопил достаточное количество вот таких вот разных вариантов то у тебя создается вопрос почему и он тебя долго мучает пока ты в своем внутреннем мире и найдешь еще какой-нибудь вариант который тебе идеально подойдет и когда ты будешь его выполнять у тебя будет все хорошо получаться и ты будешь хорошо продвигаться в практике и ты после этого можешь сказать так вот она идеальная формула в соотношении вдохов выдохов задержек парадокс заключается в том что я только для тебя идеальная формула это для тебя идеальный вариант но скорее всего для других он будет но отчасти не идеален если мы говорим о групповом обучении то конечно же важно дать какую-то концепцию чтобы все ее делали и получили какой-то средний вариант и здесь конечно входят такие понятия как эгрегоры как коллективные бессознательные все остальное то есть когда мы какую-то практику долго долго все делают одно и то же через некоторое время она становится живым организмом и эта практика уже может сама помогать человеку или мешать в продвижении то есть сама практика на это уже способна такие невероятные вещи но но вот так вот да так вот но при этом вы абсолютно свободны в том чтобы взять и сделать свою практику главное знать принципы и давайте вот начнем с парная мы значит наше тело окружают определенные ветра наверно один ветер вы знаете называется вьянавайо вы наверно слышали по-другому как аура то есть то что писано в писаниях про ауру точно могу сказать я вижу я знаю что данный момент существует мы проводили эксперименты есть приборы которые позволяют фиксировать ауру то есть опять же можно сказать шаманизм там и все остальное но брали нескольких людей кто видит в том числе я тоже на себе тестировал брали человека да и то есть каждый писал на бумажке типа вот вижу такого-то света ауру такая то да там вот и потом прибор и вы знаете как не парадоксально показывала все одно и то же то есть это действительно то есть 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 определенная энергетическая оболочка которую видно да и в общем при определенной тренировке это не это не сложно так что спрашивают а если начинаешь понимать кого-то не сразу по умолчанию а после обдумав немного поступок и приняв это это блока в анахате или в мозгах а а вообще когда мы кого-то понимаем мы понимаем не потому что там человек хорошо или плохо объяснила потому что мы созрели до этой информации и она у нас внутреннем мире есть человек лишь помог ее реализовать поэтому здесь когда мы спокойно подумали мы просто заглянули внутрь нашли ее она откликнулась и все как бы коннект произошел кто-то это делает быстрее так вот значит один из ветров это в я наваю такой окружающий есть у нас также ветер удановой находится в районе горла он занимается тем что энергию собирает здесь толкает ее в район манипура чакры где находится как она сейчас секундочку шпагалку в прогалки нет ладно так вспомнил сама новая сама новья в ванна ваю в принципе с 1 наверно к бы манипура чакры то есть это такое общий собирающий он к бы собирая всю энергию засовывает ее в сушу на сушу на главный энергетический канал вот и также это в этом помогает мало банка да когда мы подтягиваем корневой замок до куда на сама на вьяна и апанавая апанавая который находится вот ниже все что ниже таза энергетки которые все двигает вниз все тянет вот именно при наличии апанавая возможно ходить там в туалет возможно чтобы пот выделялся когда апанавая очень маленькая тогда все сложно делать это тоже уже не теория это практика потому что когда я сидел в ретрите и когда ты очень серьезно работаешь своей энергией у тебя ты постоянно сидишь в подмассане ты постоянно работаешь с энергией тебя реально уменьшается апанавая назовем это так и после этого ты в общем то в туалет уже даже если у тебя будет полный желудок это уже проблематично то есть прямо прямо так это и работает то есть все нужно да некоторые говорят вот надо там апанавая уменьшать апанавая всему мешает но она мешает для того чтобы высокие состояния получить но для того чтобы сходить в туалет она очень даже помогает или допустим у женщины то есть женщины почему у женщин практиков иногда бывают проблемы с родами со всем остальным если они начинают практиковать так найти по мужскому типу очень серьезно особенно там штанга виньяс что-то еще то потом могут быть сложности именно с беременностью с родами очень маленькая панавая а ведь чтобы во-первых выносить все это нужно как раз вот энергия панавая чтобы вродить из себя новую жизнь нужна большая очень и по новая и поэтому если мы посмотрим на женские практики то некрас очень сильно отличается от так условно женские словно мужские они отличаются неказ направлены на усиление по новая то есть если мы говорим опять же об идеальном фигуре да то есть у матери да не о бизнес-леди а у матери того как бы у нее должен быть хороший большой таз то есть большим апанавая который может производить и который может приводить на свет новые души это очень важно вот мы разобрались со структурой тела значит и при дыхании соответственно когда мы сидим в подмассане у нас апанавая энергию направляет вверх куда навая тянет ее на уровень живота здесь сама навая все забирает засовывается в шум и энергия начинает подниматься по позвоночнику ну по по суше мне она доходит до верха очень многие у нас на курсе про на ямы там говорили что вот чувствует как здесь такая энергетическая шапка начинает красной энергия она посушим не идет доходит до верха и как бы здесь как бы начинает копиться когда начинает копиться здесь такие электрические разряды появляется такую очень чувствуется прямо что что-то есть дальше включается так называемая нама мудра то есть когда мы язык доворачиваем к небу и я тоже когда мне говорили вот делайте такую мудру когда делаете практику и относился весьма так скептически но опять же в рецепте когда сидел вот нарастает нарастает у тебя прямо там уже ну ты сейчас чувствуешь что здесь такое жерло вулкана что-то взорвется уже страшно становится потому что энергия она на самом деле очень сильная то есть ты когда энергии прибуждается ты понимаешь что твое тело это такой ну как очень очень хиленький такой механизм который просто и все может возлететься вот а когда ты язык доворачиваешь к небу энергия начинает по передней части тела спускаться и тут вот я первый раз понял почему практики еще практики когда ты подрезаешь уздечку чтобы засунуть язык максимально туда вверх прямо вот в носоглотку и прямо можно там мозг достать суть следующем как только мы язык выворачиваем назад вот эта энергия которая идет она усиливается то есть ты прямо как бы чувствуешь что вот здесь допустим там ну вот такой маленький проход для энергии чем дальше отводишь тем больше у тебя как бы такой канал создается большой и благодаря этому у тебя идет очищение твоих внутренних нади твоих всех потоков они не только очищаются но еще и расширяется что значит расширение в чем суть практика сработает чтобы вот постоянно это все расширять что это дает мы каждый день получаем какую-то информационную нагрузку и на работе дома в жизни когда нагрузка становится слишком большой мы начинаем ломаться кто-то болеет кого-то депрессия кто-то пытается это снять там чем угодно это потому что каналы не могут больше пропускать информацию перерабатывать все когда мы работаем с энергией наши каналы становится шире мы можем гораздо больше информации воспринимать нас уже гораздо сложнее ввести в депрессию нас гораздо сложнее сломать нас в общем мы становимся сильнее с финансовыми потоками то же самое если ваши там ноги пропускали не знаю там там 30 тысяч месяц то через какое-то время вы можете сто тысяч двести тысяч триста и фишка в том что когда вы их уже расширили они но они так просто не сужается то есть его регулярно занимаетесь и скажем то тот же финансовый поток он у вас уже просто будет он уже будет только увеличиваться вы не будете прикладывать усилия к тому чтобы зарабатывать деньги а поток будет увеличиваться ну в общем пранаяма в том числе и так работает в принципе все духовные практики работают и знаете вот пока мы не ушли дальше в пранаяму хочется еще один вопрос обсудить как раз касаемо моего чудесного ребрендинга мне так понравилась эта идея с не йогой я прямо вообще это значит это это постмодерн так вот дело в том что настолько люди знакомые с йогой теряются в этой йоге и начинают жить ради практик вот они там попрактиковали пошли там что-то сделали сразу пошли практиковали с утра до вечера практикуют ездить по семинарам в общем все духовно развиваются только непонятно зачем и когда они живут при этом ведь даже если возьмем из вед то все-таки йога была дана человеку чтобы он эффективно мог жить выполнять свои задачи а не чтобы он жил ради йоги конечно есть учителя которым но положено чтобы ты мог учить как бы нужно посвятить время для того чтобы изучить этот весь процесс то есть именно позаниматься вот там достичь самадхи так далее ты учитель тебе это нужно если ты не учитель то зачем ты с утра до вечера это все делаешь зачем ты по всем этим учителям таскаешься да с одной стороны конечно любой учитель как бы он дает тебе какой-то бонус по для того что становится легче обменивается информационно но с другой стороны как бы за этим семьей часто теряя свою жизнь свои семьи свои мечты то зачем они родились свое предназначение потому что предназначение быть учителем йоги наверное не у всех и это вполне логично странно было бы что мы живем в таком мире до разнообразном где люди чем только не занимаются и талантливо чем только не занимается и все это ради того чтобы все бросили и начали бы становиться с преподавателями йоги ну в общем то такая очень странная концепция но в то же время когда ты видишь что без йоги людям гораздо сложнее да вот у меня сколько знакомых кто работает в разных сферах и все кто начали заниматься йогой и усталые они стали эффективнее делать и в семье много что наладили много что то есть жизнь стала гармоничней ну да это хороший инструмент для этого не под после этого эффективнее выполняет свою тхарму почему им нужно чью-то другую тхарму навязывать тут как бы такой вопрос хороший хорошие такие вопросы а можно реально дышать на дом реально можно реально можно вопрос в том что помните дышать то можно но ведь все не берется ниоткуда то есть когда мы говорим о том что ваш канал расширяется вы можете больше энергии через себя пропускать да а это логично но ведь это все не на деревьях растет у вас есть ваш потенциал вы можете его расширить но вот потратив все грубо говоря на дом у вас может не остаться на какие-то другие задачи я опять же как вот недавно написал вот люди стремятся какой-то не знаю там опять же тот же дом построить да вот вложили туда все силы все деньги там очень все вложили построили дом и очень очень часто на радость от этого дома уже энергии не остается потому что чтобы чтобы получить радость от жизни чтобы она была в кайф условно скажем тоже нужно энергии много энергии и а человек как получается он вот там если хочет себе вещь чтобы она его сделала счастливой но это странно потому что на вещь там потратит энергию который мог просто напрямую потратить на то чтобы сделать себя счастливым то есть вот зачем эти все посредники если у дома конкретные задачи то есть вас там семья большая да вам нужен дом это далее это нормально как бы но это тоже можно решить парнояма и опять же можно решить но сергей у вас не получится и скажу почему я приведу такой пример когда-то я рассказывал но расскажу еще раз один из нескольких раз когда у меня во время была температура вот это был первый раз когда я занимался йогой у меня была температура поднялась и место должна вот там иди полежи или таблеточку выпили еще четверо и сама таблеточку выпей учета быть мучаешься я не мучаюсь с горя практика решу вопрос не будет едино грины си градусник она подошли градусники мере температуру как будто на есть не вера теперь меня на 2 часа оставь я сажусь на 2 и 2 часа занимаюсь практикой в том числе парноямой через два часа она приходит и выдавая градусник мере и температура как у космонавта потом об этом мы разговаривали с моей мамой я что-то рассказывала много слушай быть что реально работает ну конечно работает это типа ты можешь научить то есть все так могут или только ты можешь и тут я понимаю с одной стороны так могут все но потому что я не уникальный человек я такой же как все но с другой стороны я понимаю что так могу только я почему потому что я потратил много времени а я делал не с парноям это сделал с мантрой в тот момент я уже более ста тысяч раз начитал то есть я уже получил опыт и квалификацию в этой практике имея опыт и квалификации я могу эффективно пользоваться вот для этого конечно нужно практиковать поэтому собственно говоря да вот важно не только прийти на курсы познакомиться с практикой но потом регулярно практиковать достичь нее результата чтобы потом да можно было и на дом надышать чтобы надышать на дом нужно нужно долго долго заниматься смысле чтобы практика научиться работать так дальше дмитрий пишет после пения мантры ом через некоторое время начиная ощущать межбровный центр в повседневной жизни это меня смущает потому как никак планов у меня на третий глаз пока нет ну вообще на самом деле третий глаз тоже такая штука эти многие практики не понимаю это делают сейчас я не про вас я вообще расскажу тоже байку вот знаете в писаниях написано типа надо свести глаза на межбровье и вот там сконцентрироваться кстати нигде не написано свести глаза это уже придумали неофиты и реально сидят вот так вот и там что-то сводит а все что нужно нужно это когда мы говорим про центр межброви это концентрация на джина чакре то есть мы концентрируемся вот ну да на этом центре мысленно концентрируемся ничего никуда не сводим ничего не напрягаем и как бы результат будет вот то что вы чувствуете но знаете я скажу сейчас чувствуете через некоторое время пройдет то есть у тех кто начинает всегда очень и какие-то яркие интересные переживания это связано с тем что знаете как как демо версия то есть вы начинаете что то делать и вам как бы дают попробовать сначала типа как как это бывает а потом через некоторое время все эти ощущения исчезают и чтобы вам хоть что-то получить вам приходится ну действительно очень много трудиться то есть так практически со всеми практиками когда вы делаете практику первый раз очень часто бывает что вам практику практика сразу кто хорошо получается если минусы в широком потоке минус 1 как вы будете пользоваться то есть поймите у вас есть свой потенциал и вы можете просто весь его выпустить на что-то необдуманное хотя с другой стороны это тоже это тоже хороший опыт почему нет почему не выпустить на что-то необдуманное эти последнее время ко мне часто такая одна и та же претензия приходит типа я своих лекциях говорю что типа все нормально все можно нет никаких особых ограничений ну может быть мне кто-то просветит я это может быть довольно темный человек типа в чем проблема если человек хочет каким-то образом развиваться пусть вы сейчас считаете что в негативном ключе почему нужно умешать если вы считаете что он может сделать что-то эффективнее но подскажите ему ну а лезть и зачем у меня такое сознание пришло после серьезного опыта когда я смог переместить свое сознание в голову существа которое жило на другой планете на более совершенной и наиболее совершенное существо не в там в этой голове было невероятное количество знаний я смог оттуда посмотреть на богов мне все время спрашивают там про скажи про богов ну что я просто задал вопрос в своей голове типа где находится земля и как бы если всякие вишну брахма и так далее я прямо как знаете как в фильмах покажут в этот космос и в нем как бы там переместился где вот земля да вот все наши планеты вся эта солнечная система и я увидел да что есть такие энергии которые управляют то есть есть такие вот понятия как и вишну и кришну там не то что чуваки стояли как бы с этими строгатулями и так далее это как бы на уровне энергии то есть на уровне информации то есть такое вот невербальное понимание и мне было интересно что это существо думает о нас о людях и она о людях думала что мы животные потому что мы просто размножаемся как для всего точки зрения примитивным образом да что у нас тут пола попал и есть полы полу есть разный вот поэтому для кого-то для кого-то видите мы весьма примитивны поэтому если вы считаете что кто-то живет примитивную жизнь но просто подумайте о том что а кто-то считает что вы со всей своей духовностью живете примитивную жизнь и вы не отличаетесь от животного на она больно для эго особенно для йога-эго йога-эго обычно самое большое и самое больное но реальность она такова тут как бы с этим ничего не поделать поэтому раз так все устроено принимайте всех вот как раз должно быть сострадание то есть начните понимать людей как раз от этого непринимания и все проблемы то есть люди когда не принимают и начинают все эти воня да все вот эти вот расовые проблемы потому что они считают что вот должно быть правильный всех нужно под эту гребенку зачесать какой-то тот же нацизм да не ну была хорошая идея там когда-то там бей жидов спасай россию но с другой стороны но ведь у них кто тоже свои свои уроки они тоже весьма кстати нужные товарищи и свои дела как бы там делают то есть но это нету ничего не нужно в этом мире ты знаешь как как вот люди такие вот эти жуткие комары как же они достали как бы когда на эти пушки ставят и просто хлобысь и как бы комаров нету в каком-нибудь там полу региона не региона но какой-то большую местность в итоге лягушек раз нету потом птичек два нету потому что лягушки питались комарами рыба опять же которая питалась личинками потом как бы к звери покрупнее а потом уже смотришь как бы и и все и лес вымер и никто за ним не ухаживает и там просто пустыня а потому что просто комаров уничтожили ну все имеет смысл поэтому не стоит говорить что вот это мне не имеет смысл и это это от этого нужно избавиться вопрос вы какой для себя выбор дать на некоторый будет кому-то так будет там бухать это далее но бухать если это вам нравится как бы на самом деле мне нравится я пол жизни бухал это бы чувство что прикольно сейчас я этого не делаю потому что есть другие задачи во первых сам алкоголь он уже для моего организма наверное не самое позитивное то есть самый эффект на прикольный но погружать спирт свой организм уже уже совсем не хочется то есть организм просто не за что то есть с мясом другая ситуация может быть даже я бы сейчас с точки зрения вкуса бы что-то такое съел но я не могу смотреть на мясо как на как на мясо я за ним вижу плоть другого живого существа и мне просто странно как бы брать и вот пойдите у жены отпилите там ногу сядьте начните ее есть для меня это вот как то вот так вот когда люди сидят то есть я когда вижу людей сидящих и которые сидят едят мясо я ну как бы так это вижу при этом я не мешаю как бы я у них не выдираю куски у меня родители едят мясо и в общем то как они сказали мы все понимаем ты конечно прав конечно мясо вредно и конечно можно жить без него и в общем то мы теперь уже все понимаем но у нас нет сил чтобы перейти на вегетарианское питание а ведь это не просто валить нужно иметь вот кстати вот о том что вы говорите да на дом вот на дом они дома не материализовали но вот сил поменять свое питание уже нету потому что на это же как нужно изучить вопрос чем питаться как в общем применить различные усилия к себе чистки поделать очень много что сделать и это уже сложно вот так вот поэтому друзья все-таки думайте куда куда вкладывать энергию так вернемся к пранаями на еще смотрите мы с вами разобрали как бы что мы дышим да и как это все и для чего да теперь по самим как бы термином опять же классическим то есть существует то есть понятие пурака речака и кумбхака пурака это вдох речака ну как речь говорить то это выдох и кумбхака это задержка есть пранаями с серьезными задержками они позволяют максимально работать с энергией причем если мы говорим о йоговской задержки то задержка считается на вдохе на выдохе потому что задержка на вдохе это циркулирование кислорода ваших легких и все а вот задержка на выдохе когда кислорода нету вот тогда начинается все самое интересное начинается с работы то есть вы знаете когда вас кислорода нет ваш организм начинает это все поглощать всеми фибрами души и начинаю просто так остановиться такой воронкой которая всасывает себя прану и соответственно как бы вас и становится больше чем было до этого поэтому до задержка на выдохе большие задержки они как бы способны резко увеличивать потенциал пробивать каналы и в общем много что делать хороший вопрос а если курить и заниматься йогой какие последствия могут быть но последствия какие я ну просто много наблюдал до людей которые курили и занимались тегой это как правило серьезные заболевания в том числе как бы проблемы с ногами очень большие с венами совсем потому что смотрите практики йоги они восстанавливают организм курение убивает организм вы как бы два процесса взаимоисключающие и получается что вот как вот у вас допустим есть маленькая ранка да если ее не трогать ничего не делать из какое-то время она заживет вот вы сегодня у вас ранка появилась вы пришли ее там чем-то хорошим помазали все она вроде должна зажить но вы потом берете вот сигарету опять делаете как бы начинаете в ней опять копаться начинает на яйца вы потом опять как бы вроде бы лекарство потом опять как бы и начинаете раскапывать и в итоге у вас просто все вся рука в это ранее будет вот поэтому если вы занимаетесь практиками это знать не только йогой спортсменам же тоже никто не рекомендует курить и пить потому что плохо сказывается вчера смотрел фильм про яшина вратах такой был льва и он умер 60 лет хотя дядька был классный мог бы еще долго жить почему да потому что курил в 13 лет ну вот как и его карма его выборного просто что да и как бы вещать чего умер от конгрены ноги ну что тоже логично закупорились сосуды все как бы вот он занимался эффективно спортом то есть просто когда вы занимаетесь своим телом да или там своей энергии то у вас тот же самый яд разносится гораздо быстрее по тело у вас оставляет гораздо сильнее в общем все гораздо быстрее происходит и губительнее поэтому лучше если вы вам нравится пить вам нравится курить и пока это ваш выбор ничего не имею против лучше пока этим занимайтесь когда вы решите что вам это не нужно есть куча практик которые позволяют вам очиститься и в общем-то чем-то еще заняться потому что знаете тоже странно когда человек отказывается от чего ты потому что так правильно и так неправильно а потом сидит дома и страдает по этому поводу или там у него мысли дать ко мне пишут тоже надо таки вот ты там а вот когда до особенно когда был период там брахмачарьи типа во как каждый второй писал комментарий ой какой у него короче это то ли злой взгляд только это то есть он типа сидит и вот ему типа хочется и он ему его нет возможности это реализовать и вот поэтому всех остальных мучает ну и вообще мудень полный а я это делал не потому что мне не было интересно а через какое-то время когда то есть когда месяц-два да это там вот там может тебе какой-то там сперматоксикоз мучить когда это год два три четыре пять тогда у тебя просто перестраивается все ты поиначе на это все смотришь тебе просто становится все неинтересно ты другими вещами занят получаешь другой опыт это хороший опыт возвращение тоже классный опыт вообще прямо must have метод вима хоффа если знаком ли не знаком но мы сейчас будем разбирать думаю что мы разберем в том числе его так вот все что касается сильных задержек это серьезные практики они больше знаете как как операция то есть когда уже ничего не помогает когда больной уже отмирает вот тогда можно там серьезные задержки потому что если мы посмотрим опять же на суть то суть-то в парноямы не в том чтобы научиться задерживать дыхание суть-то в парноямы чтобы не дышать ведь как сказано опять же в хатхаеги про депики что как раз движение праны пока она движется пока информация входит выходит ум-то раб обрабатывает это все работа то происходит это значит что это значит никакого успокоения ума не будет то есть пока вы пока вы двигаете прану туда-сюда как бы чей-то в ритме ротха не настанет вы не сможете выйти в саматки посмотреть на себя с другой стороны чтобы это сделать нужно остановить соответственно любые ведь и парноямы это уловки учителей для того чтобы вас заставить заниматься а потом во время практики когда вы будете долго и упорно делать парноямы задержками и делать медитации какой-то момент и память поймаете себя на мысли что вы уже давно не дышите и вам это не нужно и вы не чувствуете никакого дискомфорта то вы сможете пойти дальше для этого не надо много лет ну по крайней мере на меня это получилось через пару лет я уже мог выходить состоянии когда не нужно дышать ну то есть как не то что я вот там сейчас найти этот фильм наш был советский про там не пели песенку то проводим момента там останавливал сердце от клево граф колес туда нет я так не могу конечно но если все эти несколько не позаниматься ты постепенно твоя медитация приводит тому что останавливается в том числе дыхания но она останавливается просто тебе нужно пойти дальше тебе нужно успокоить ум я все останавливается ум устанавливается про на останавливается ты все ты не дышишь кубе ты уходишь кому делать здесь сидит кабы и там делает микро какие-то Вдохи-выдохи своими порами Ему больше не нужно на тот момент Поэтому суть-то не дышать А не в том, чтобы дышать Или что-то еще делать А все пранаямы подготовительные Но это не значит, что вам нужно пытаться Начать с того, чтобы не дышать Нет, вы ничего так не добьетесь Это естественный процесс Вы не задерживаете дыхание Не то, что ты сидишь такой Ты задержал дыхание Нет У тебя перестает процесс дыхания И он тебя не напрягает И тебе ничего не задерживается Надо почувствовать Остановилось Какой-то такой баланс возникает Ты понимаешь, что Информация внутри, снаружи И все уравновесилось И оно как бы Тебе не нужно ничего вдыхать Все это само входит, вентилируется И все, и отлично Поэтому суть-то пранаямы Практика Как раз в том, чтобы прекратить дышать А не в том, чтобы дышать Как-то там эффективно и неэффективно Но чтобы начать Нужно с чего-то начинать И поэтому существует Огромное количество различных пранаям По сути Все, что вам нужно знать Это Нади Шотхана Вроде бы считается Начальной пранаямой Но все пранаямы Остаются на ней Почему? Да потому что Как я уже говорил Существует только вдох-выдох и задержка Вы ничего другого не придумаете Да, можно сделать вдох-выдох правый Вдох-выдох левый Дальше все эти соотношения Это чисто авторские фишки То есть кто-то придумал Что там для моей школы Будет такая тема Я буду всем давать И у всех будет работать Все Ну дает, работает Другой дает другую Точно так же работает То есть это Вещь никак абсолютно не связана Не связана с каким-то именно принципом То есть это общий принцип Нужно начать работать с энергии Надо начать как бы двигать Надо сначала научиться двигать А потом научиться не двигать Потому что в обычном состоянии У нас происходит движение энергии Не бессознательное То есть мы не управляем ей Нам надо сначала научиться Двигать энергию сознательно А затем научиться ее не двигать Вот то же самое в медитации Надо сначала научиться на чем-то концентрироваться То есть вам нужно сначала осознанность В себе воспитать То есть вы не просто куда-то смотрите Вы понимаете куда и зачем смотрите А уже потом Через некоторое время Вы эту осознанность переводите В то, что вам не нужно больше концентрироваться Не нужно делать вас останавливать сознание То есть это вот так работает Соответственно Любая пранаяма Она будет сводиться именно вот к этому Поэтому после этого Вы можете брать спокойно То, что написано в Хатхайге Прадипике В Бихарской школе В Сутрах Патанджеле Брать и делать Там все, что есть Больше вам не нужно ездить По всяким там гуру И пытаться что-то получить Более чем достаточно Так Непрофессионально, но занимаюсь пранаямой И временами В течение дня Когда просто сижу Или читаю Улавливаю себя на этом Что не дышу Это нормально Ну Если вы практикуете пранаяму Это нормально А вообще Если почитаете Про медитативных практиков То увидите, что нормально Когда люди в медитацию впадают Сами по себе случайно То есть сидел Сидел, никого не трогал Или там шел Как яркий пример Толку Ой нет Этот Джапа Телье рассказывал Приехал кому-то мастер Сидели, разговаривали У него был слога Тоже практик И в общем они Ну Их, как говорится Обслуживал И нес им чай С подносом И в общем В дверях замер И в общем Впал в некоторые Самадхи И там До вечера В этом состоянии пребывал Потом вышел Вот То есть Ну когда ты постоянно Тренируешься Но это тоже знаете Когда это все такое Это говорится Ты просто уже натренировал У тебя оно само Начинает появляться Но это уже такой Как сказать Побочный эффект Это как Я когда начал заниматься Хатха-йогой Очень много тянулся Очень усиленно Дотянулся до того Что у меня начали Суставы Из суставных сумок Выпадать Сами по себе Что было неприятно Я не давал То есть Допустим Силы в руках есть А я не могу поднять Что-то Потому что Начинаю поднимать Сустав Кости сустава Вываливается И уже Не поднимешь После чего Занялся Не только Вытяжением Но еще и физическими Отжиманиями Подтягиваниями Укрепил мышечный каркас И после этого Все стало нормально Вот Чтобы вам Еще секунду Сейчас я посмотрю Что хотел сказать У меня был план Значит Смотрите Любая пранаяма Может быть Как разогревающая Так и охлаждающая Все зависит От интенсивности Да Вам могут рассказать О том Что вот Есть лунная пранаяма Вот ее нужно дышать Определенным образом Есть там Например Уджая пранаяма Которая разогревает Ее нужно дышать Определенным образом Если вы посмотрите То увидите Что разогревающая пранаяма Это которой мы Дышим с усилием И с определенным напряжением Охлаждающая Это та же самая пранаяма Но мы просто дышим Ее в спокойном режиме Не пытаясь Что-то там из себя выдавить Поэтому если вы делаете Пранаяму перед сном Вы можете Дышать спокойно Не доходя до каких-то Критических точек Это вас успокоит И даст возможность Замечательно заснуть Если вы выполняете Пранаяму с утра То вы можете Доходить до каких-то Критических моментов Можете давать ее Более интенсивно Это вас Разбудит Это позволит вам Более эффективно Провести день То есть Вот опять же Что касается Пранаяма Дальше Да Конечно В разных техниках Особенно древних техниках То что я давал Это Апана Сатихина Яна Хотя по сути Это называется так А также Та же самая Надя Шотхана Просто из нее Вообще исключили Процесс задержки То есть Просто вдох Выдох Вдох Выдох И очень медленно Это очень правильный подход Потому что Все Ну такие Крутые техники Что Пранаяма Что медитации Я это понял Когда я читал Медитацию Есть такое произведение Как же его Сутра Бодхисаттва Всеобъемлющая Мудрость Да И вот там Описана Медитация Где Медитируется На разные Там Описывается Слон Который идет По Цветам Оставляя следы В которых Опять же Цветы На которых Слоны Девы И все В таком духе Я когда читал Я заметил Одну Особенность Чередуется Ты концентрируешься На каком нибудь Слон Да А слон А на кончике Его бивней Ты такой Сразу Ты с большого Предмета Переносишь На маленький А на кончике Его бивней Огромное Озеро У тебя опять Фух А на нем Сидят Маленькие Фейки А вокруг Них Еще Такое Сотни Инструментов В обратную Сторон То есть Постоянно Дет Такая Раскачка Такая Раскачка Это Знать Как Прут Железный Сложится Сломать Да Его Не Сломаешь Но Если Его Долго Вот Так Вот Делать То Он Переломится Вот То же Как Раз Возможно Выход За Грань Своих Возможностей Потому Что Как Раз Вы Раскачиваясь Потихоньку Привычные Стереотипные Свои Паттерны Ломаете И У вас Появляются Ну Новые Возможности Поэтому Я За что Люблю А Панасати Панаяму Она Вот Очень Логична То есть Она Как Раз Позволяет Тебе Вот Так Постепенно Раскачивать Увеличивая Дыхание В какой То Момент Я Этой Практики Очень Много Достиг Я Своё Время Помог Сесть В Подмассан В ней Сижу Чудесно Замечательно Благодаря Этой Практики Много Сложностей В жизни Тоже Смог Благодаря Ей Преодолеть То есть Это Классная Штука Она Вообще Работает Я Поэтому И Даю Именно Ее Потому Что Ну Как У меня Есть В ней Опыт Поэтому Я Даю Ее Я Могу Практиковать Другую Пронаяму И Точно Так Же О Не Рассказывать И Заниматься Поверьте Через Пару Лет Это Будет Очень Крутая Пронаяма Которая Будет Вам Реально Реально Помогать То есть Это Так Работает Так Ну Что Есть У вас Вопросы По Пронаямах Я В принципе Основные Вещи Все Сказал Кстати Опять Же Кому Интересно То Мы Наверное В Марте Сделаем Следующий Курс По Пронаяме Опять Ж Кому Интересно Лучше Пишите Записывайтесь Сейчас Потому Что Как-то Показывает Практика Что Мои Курсы Как-то Резко Стали Очень Популярны Какое-то Пошло Сарафан На радио И Люди Каждый День Шлют Заявки Вот Мне Рассказали Человек Прошел У вас Все Классно Поменялось Все Так Стало В общем Как-то Да Как-то Видимо Уже Видимо Какое-то Критическое Критическое Количество Людей Которых Я обучил Оно Какой-то Перевалило Да Вот Эту Цифру И Теперь Уже Такой Обратный Отток То есть Теперь Они Живут Их знакомый Вид Как они Живут После того Как они Обучались Им Нравится И теперь Они Хотят Жить Так же Если честно Пока не знаю Что делать Дальше Потому что Если так дальше Пойдет Я прекрасно Представляю Что через какое-то Время Ну И Просто Физически Не смогу Больше То есть Сейчас у меня Еще есть Ресурс Я могу Еще Вот Практически Всех Желающих Принять И В общем-то Привести Мероприятие Но Уже Вполне В ближайшем Будущем Такой возможности Скорее всего Не будет Я пока С таким Не сталкивался Вот Как-то Буду Этот вопрос Решать Нет Конечно У меня Как бы Есть вариант У меня же Есть чудесный Преподавательский Курс Где Как раз Ну Как бы Хотя нет У меня Преподавательский Курс Он не столько Про преподавание Несколько Про поиск Своего предназначения Как его найти И как его Реализовать Потому что Преподаватели И без меня И со мной И в общем-то Их уже Их уже Дофига Я не думаю Что их Надо как бы Прямо там Плодить В неимоверном Количестве Я думаю Что нужно делать Плодить Больше Счастливых Людей Я вот пришел К этому Потому что я вижу Что успешные И счастливые люди Окружение делают Точно таким же Они мир такой делают Счастливый И успешный И в таком мире Жить приятно Поэтому я вот Лучше займусь этим Чем просто Острогать Как бы Преподавателей Которые Через два года Перестанут Преподавателями Такое я уже делал Это не очень эффективно А вот С успешными И счастливыми Гораздо приятнее В смысле Потом Результат лучше Говорю Потом Когда ты и я Начал Друг Поменял Концепцию И мои мероприятия Начали направлены Быть Именно на Раскрытие Потенциала Людей Мир Мне ответил То есть Ты говоришь Сейчас на мои мероприятия Становится Сложно попасть Потому что Люди Меняются И это Становится Прямо Все Мейнстримом Так Новое название Огонь Да Я тоже Вообще Мне так нравится Оно у меня Родилось Еще до Вот там Тех событий Перейти Когда я Выпустил ролики По поводу Того что Ухожу из йоги Все остальное Но Когда оно Ко мне пришло Я на нее Посмотрел Такой Думаю Не Наверное Это будет Перебор Как-то Все совсем На меня Ополчатся Но потом Как раз Опять же Самые худшие События Это самое лучшее Что нами происходит Если бы Определенные Сложности Не произошли Я бы не нашел В себе Эти силы А так Я нашел В себе силы И пожалуйста Новые Новые Названия Так Вопрос Скоро Практика Простирания С физической Точки Зрения Она Немного Похожа На Суринный Маскар Можно В двух Словах Об этих Практиках Она Чуть Чуть Похожа На Суринный Маскар Опять же Вся Суть Что в Суре Что в Простираниях Происходит Та же Самая Раскачка Вперед Назад Точно Так же Везде Принципы Одинаковые У Простираний В отличии От Суринный Маскар Нет Лишних Элементов Суринный Маскар Более Расширен Она Гениальна И Сама Духовная Подоплевка Которая В ней Есть Она Гораздо Глубже Чем Суринный Маскар Если Суринный Маскар Это Только Приветствие Солнцу То Простирание Это Еще И Работа С Своим Перевоплощением Это Еще Работа С Мотивацией Это Работа С Пространством С его Изменением Это Концентрация На Своих Чакрах Концентрация На Божествах В общем Это Вообще Дофига Всего Я Не зря Даю Посвящение Первое Занятие Я Полчаса Рассказываю Саму Технику Там Много Нюансов Что Значит Каждое Движение Почему Мы Туда Наклоняемся Почему Сюда Концентрируемся Что Это Обозначает То Есть Это Такая Штука Вообще Очень Большая Интересная Хотя Вроде Движения Очень Простые Но У них Очень Много Всего Сакрального Зарыто Мне Нравится Эта Другая Практика На Последнее Время Я Больше Отдаю Предпочтение Именно По Стиранием На Мой Взгляд Это Более Мощная Практика Чем Суринамаскар И Я Не Вижу Более Мощной Практики Почему Мощно Говорю Потому Что В отличие От Проноямы Которые Вам Нужно Сначала Сначала Долго И Долго И Упорно Научиться Дышать А потом Дышать То С Простирания Все Гораздо Круче Вы Воздействуете Не Только На Тонко Тело Вы Долго Обучаться Этого Вот Поэтому Классно Пронояма Вне Сидячей Асаны Насколько Это Критично Критично Настолько Что Я В самом Начале Объяснял Ветра То Если Мы Не Сидим У Ноги Спущены Вниз Апановая Будет Двигать Энергию Вниз И Мы Будем Вроде Наполняться Энергия Будет Уходить Вниз То Смысл Никакого То Не Будет Этого Процесса Когда Энергия Придется Шум И Начнут Расширяться Канал Канал Не Будет Расширяться То Вы Можете Дышать До Сконечания Веков Кабы Вы Просто Прекрасно Провентилируете Свои Легкие Вот Научитесь В какой То Мере Дышать Кстати Если Будете До Сконечания Веков Это Делать Думаю Что И Ноги Сами С Не Так Важно Как Для Чего Вы Делаете И Как Регулярно Вы Это Делаете Так Что Можно Сделать Не Получается Заставить Себя Заниматься И Постоянно Панаямой Мантрами Когда Припечет Сядешь Вроде Получается Но Постоянное Пока Не Очень Как Не Хочется Подпекать Еще Принудительно Я Для Себя Выбрал Вопрос Я Для Себя Выбрал Преподавание Если Б Я Не Преподавал Я Б Давно Забросил Все Эти Практики Когда Преподаешь Ну Тебе Ты Не Можешь Пойти К Людям Сказать В чем Ты Был Тебе Немного Измениться Вот Поэтому Я Для Себя Такой Путь Выбрал Для Кого То Это Заниматься С кем То Тоже Тоже Хороший Путь То есть Вы Находите Себе Учителя Вот Они Там С ним Занимаются Или В студию Ходят Я Собственно Говоря Для Этих У меня Идут Различные Регулярные Практики Чтобы Те Кто Не Могут Сами Ведь По Суть Это Я Не Столько Нужно Чтобы Практику Рассказить Практику Я Это Как бы Не Секрет Это Не То Что Я Скрываю Для Того Чтобы Вы Там Пошли На Мероприятие Да Нет Потому Что Я Уже Накопил Этот Опыт Что На Мероприятие Приходят Люди Которым Нужен Просто Пинок То То Есть Они Им Не Секретная Практика Нужна Им Нужно Чтобы С ними Позанимались Вот И Поэтому Всегда Это Будет Востребовано То Есть Все Даже Будут Знать Как Что Делать Но Ведь Не Каждый Может Себя Заставить А Здесь Есть Денис Который Вас Не Только Вам Не Только Покажет Как Это Делать Но Еще Будет Мотивировать Кто Был Все Занимались Вот Поэтому Это Все Именно Для Этого Нужно То Есть Вот Все Эти Занятия С Кем То Вам Тяжело Кто То Выбирает Путь Подпины Вать Всех Пути Разные Для Кого То Нормально Я Считаю Что Почему Нет Такой Хороший Тоже Вариант Вот Поэтому Андрей Смотрите И Здесь Опять же Если Встаем Вопрос Преподавания То Не обязательно Должны Быть Кред И Вы Должны Только Этим Заниматься Вам Нравится Вы Понимаете Какие Прекрасные Вещи Вам Дает Практика И Вы Понимаете Как Тяжело Себе Через Какое Время Заниматься Заведите Себе Небольшую Группу Небольшой Блог По Йоге В общем То Давайте Знания Перейдите Какие Практики И Вы Всегда Будете Сами В Считаю Со всех Сторон Просто Прекрасно Ну Что Друзья Давайте Значит Мы С Вами Уже Часик С Небольшим Сидим В принципе По Пранаяме Я Вам Рассказал Основные Вещи Если Есть Вопросы То Пишите Напоминаю Что Пока Есть Возможность Попасть На Чакры На Простирание И На Пранаяме Вот Я Еще Не Вывешивал Даже Чакры Еще Не Вывешивал Рекламу А уже Группа Почти Заполнена А я Вот Сейчас Вывешу О том Что Мы Набираем Группу И Может Очень Быстро Все Вообще Набраться Ну Да Лимитировано Потому Что Нет Смысла Набирать Там 100 Человек Потому Что Результат Будет Такой Спорный Для Меня И Для Вас Хотя Может Быть Когда Нибудь Я Будет Во мне Столько Силы И Всем Смогу Что Что Хорошее Дать По поводу Нашего чудесного Ребрендинга Тоже Вроде Все Сказал Кстати Мне Знаете Очень Нравится Такой Момент Когда Начались Все Мои Новые Так Скажем Откровения Огромное Количество Людей Конечно Ушло С Канала Пришли Другие Долго Полгода Не уходили Приходили Другие На их место Фишка Потому Сам Отток Полгода Был И Где-то Сейчас Начал Постепенно Заканчиваться Видимо Наконец-то Ушли Все Кому Эти Идеи Кажутся Дикими Да А вот В группе Вконтакте Наоборот До этого Видимо Сильно Не замечали Видео Нельзя Смотрели А сегодня Когда Ребрендинг Получился То Я сейчас Даже Скажу Прямо Такой Побежали Побежали Тру-йоги Смотрите На них Это Они Бегут Тру-йоги Бегут А нет Смотрите Назад Пришли Пришли Новые Люди Другие Так всегда Бывает То есть Тут Без Вариантов Так Ну что Ну все Тогда Как А вот Как восстанавливаться После отката После отката Очень легко Восстанавливаться Просто Начинайте Снова Заниматься И все И постепенно Восстановится Главное Это Регулярность В практике Я вам Желаю Регулярности В вашей практике Хороших Новых Зарений В общем Эффективных Вам Выходных Скоро Да У нас завтра Пятница Если не ошибаюсь Вот Я наверное Возьму небольшой Перерыв Не знаю Как там В следующий раз Когда мы С вами Встретимся Потому что Много Было Очень Событий И Правда Правда Немного Я Подустал Даже Ну просто Энергетически Мне нужно Несколько дней Чтобы Хотя бы Ничего Не поделать Иногда Нужно Ничего Не поделать Просто Полежать Книжку Почитать У меня Еще Двое Маленьких Детей Которые Не дают Тебе Это Сделать В общем Поэтому Нужно Какое-то Время Чтобы Восстановиться Прийти Себя И Заняться Всем Потому что Начинает Постепенно Возникать Мысли Что Ничего Не Ходится Делать Никогда Тебе Ничего Не Ходится Делать Это Говорит Что У тебя Наступает Такое Отравление Отравление Огромное Количество Информации Которые Нужно Немного Остановиться Так Если В процессе Практики Только Крутятся Свои Какие-то Мысли Это Нормально Нужно Ли За Один Подход Дождаться Пока Перестанет Я думаю Что Ни Один Год Пройдет Пока Они Перестанут Они Будут Крутиться Особенно Если В городе Живут Никуда Не Денутся Эти Мысли Чтобы Они Ушли Нужно Нужно Ретрит Так Не Получится Мало У кого Получается У меня Не Получается В городе Ничего Останавливать Когда Сидишь В Я Хочу Конце Месяца Наконец Решить Вопрос С Монтажной Программы Говорю Что Купить Ее Сколько Лет Я Пользовался Начало Пиратской Потом Лайт Версии Там Сейчас Полная Версия А Вот И Что-то Не знаю Меня Трансляции Периодически Создалбливают Есть Классная Программа Wirecast Но Почему-то Она У меня После Времени Начала Глючить Я ОБС Неплохая Программа Но У нее Очень Мало Возможностей По Цветокоррекции По всему В общем Картинку Вводить В тех Разрешениях И так Как ты Хочешь В общем Ты Не можешь Мне Поэтому Она Не Очень Нравится Не знаю Еще Варианты В общем Кого Какие-то Будут Мысли Пишите Тоже Хорошо Друзья До новых Встреч Рад Что Уделили Время Для Саморазвития Хом Продолжение следует